Добрый день! На телеканале НИКТВ время новостей. В студии Светланы Королёвой и вот некоторые темы этого выпуска. Фрукты калужского происхождения. Запущенные сады в регионе вновь расцветут. Тяжелое начало недели. Тротуар в центре города не выдержал напорок рано. Такое счастье. Вот он лежит рядом. Что еще можно сказать? Радость материнства на радость всему Обнинску в Наукограде. Затяжной детский бум. Санкции как повод для совершенствования. Сегодня на заседании областного правительства обсудили перспективы социально-экономического развития Калужской области в ближайшие два года. Подъем экономики будет связан не только с открытием новых предприятий. Традиционные увеличат объемы продукции. Ставка также делается на развитие инжиниринговых центров, которые оказывают различные инженерно-консультационные услуги и ведут научные разработки. Стимул получит малый бизнес и сельское хозяйство. Рыба в области будет. Овощами накормят людиновские теплицы. Молочных ферм в регионе тоже достаточно. А вот фруктовая перспектива пока не очень сладкая. Киев намерен запретить въезд в страну российским артистам, которые были замечены в антиукраинских местах. Настроениях. Первоначально говорилось о полтысячи человек, затем всего о 14. Именно персон Нонграда пока держится в секрете, но пользователи социальных сетей составили свой список предполагаемых запрещенных на Украине знаменитостей. В их число вошли Валерия, Никита Михалков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин, Сергей Безруков. Есть в предполагаемом списке и Леонид Ермольник. Незаслуженный и ненародный, как он сам себя называет артист, в серьезность такой перспективы не верят. Это и вот, что он сказал нам в интервью. Я думаю, что ваш вопрос преждевременен, поскольку я все-таки надеюсь, что они этой глупости делать не будут. Потому что если в этот список будут входить ведущие деятели культуры России, а их нельзя рассматривать как деятели культуры России, то все равно это общее пространство. И та болезненная ситуация, которая сейчас присутствует, она никак в историческом смысле не разъединяет Украину, Россию. Это одна семья. Поэтому мы такие же деятели культуры России, как и Украины. Это ужасно глупо. Это почти как-то по-детски. Кого-то не пускать в наш двор. Это странно. Я надеюсь, этого не будет. Я не исключаю, что это кто-то из «доброжелателей» запустил такую утку, что Украина делает такой список. Я надеюсь, что это глупость. 34-я школа Калуги будет реорганизованно подтвердили на планерке в городской управе. Решение принято из-за малого количества учеников, несоответствия помещения санитарным нормам и высокой стоимости аренды. Несколько лет назад здание школы сгорело. Для 250 учеников управление образования арендовало помещение у Калужского кооперативного техникума. Но с каждым годом учеников становилось все меньше, а аренда все дороже. На оставшихся 38 детей в год тратилось до 6 миллионов бюджетных рублей. При этом у школы нет собственной спортплощадки, столовой и медицинского кабинета. Не оборудовано все необходимое для пожарной безопасности. Всех учеников с 1 сентября готовы принять школу номер 6. В ближайшее время с родителями обсудят все нюансы перевода. Возьмите с собой директора 6 школы, чтобы она рассказала, как работает школа, какие достижения в этой школе, какие в школе условия для учебы. Я уверен, что мы найдем понимание у родителей ребят. Действительно, эта необходимость в первую очередь связана с тем, чтобы детям давали качественное, хорошее образование. Добавлю, что у помещения, в котором школа 34 располагается сейчас, город планирует со временем выкупить, отремонтировать и приспособить под детский сад или начальные классы. Ушел колесами под землю. На улице Ленина, в районе гостиных Рядо, возле Никитского храма провалился кран. Детали происшествия нам прокомментировали в ГИБДД. В районе перекрестка Ленина-Карпова автомашина «Кран» на базе КамАЗа проводила реставрационные работы возле храма, в результате чего при движении по тротуару провалился в колодец связи, предположительно. Повреждена тротуарная плитка. В настоящее время ведется расследование данного происшествия. Однозначно уже, что водитель будет привлечен к ответственности за повреждения дорожных сооружений. По законности проведения работы, это все рассматривается, будет уже при разборе. Крупную партию героина задержали калужские наркополицейские. Гражданин Таджикистана прилетел вначале в Москву, потом приехал в Калугу, снял квартиру. Сообщал, что прибыл в Россию на заработки. Правда, устраиваться никуда не стал. По версии следствия, в областном центре организовал поставки наркотиков. У него дома было обнаружено более одного килограмма героина. Распространял последствия закладок. Договаривался либо через интернет, либо путем смс-сообщений. То есть у него не было прямого контакта по телефону, он не общался со своими покупателями. И деньги перечисляли на Киви-кошелек. Сейчас ведется следствие. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Они больше боятся теории, а не практики. Токари со стажем завода «Калуга-Путь-Маш» поднимали престиж профессии на конкурсе мастерства. Подобных соревнований на предприятии не было давно. Чем вызвано возвращение к традициям, узнал Андрей Ткачев. Так, Антонов, номер. Какой показывает? Один, четыре. Один, четыре. Чертеж берем, чевелим. Два. Два, четыре. Начать с теории или практики определяет жребий. Он поделил восьмерых участников на две равные группы. Константину Гребенчуку выпало практическое задание. На заводе он работает с 1989 года. Но все равно волнуется, как перед экзаменом. Сложнее теория. Ты чего? Да вот, опять пришлось все книжки поднимать. И читать. А практика у нас каждый день. На полученном чертеже детали опытный Токарь сразу выделил для себя основные трудности. Тут два классных размера. 40 и 48. Вот эти размеры надо обязательно выдержать. Иначе будет брать. В подобном конкурсе Константин, как и многие из его конкурентов, участвует впервые. На заводе уже много лет не проводили никаких соревнований. Основная цель – поднять престиж профессии. Поэтому и решили возрождать традиции. Средний возраст работников предприятия – 47 лет. А привлечь молодежь не так-то просто. Набирать людей очень сложно. В условиях вот этой конкуренции вокруг того, что у нас очень много импортных предприятий, которые, конечно же, очень хорошие условия предоставляют работникам своим. Поэтому нам есть к чему стремиться. Мы стараемся с ними конкурировать. И в части организации рабочих мест, оборудования высокопроизводительного. Ну и вот в достижении самооценки рабочих. То есть именно престижности профессии. Далеко не каждый захочет стоять по 8 часов за станком, возраст которого может достигать 50 или даже 70 лет. Вот и получается, что токаре требуется всегда. Конечно, оборудование обновляется. Вот только процесс этот медленный. Завод самостоятельно набирает группы для обучения профессии. Кто-то проходит дополнительные курсы по знакомству с программируемыми станками. И тем не менее, на сегодняшний день предприятие работает не в полную силу. Не хватает ни людей, ни нового оборудования. Правда, есть и исключения. Пока в цеху практика по соседству теорию сдает самый молодой участник Сергей Архипов. Для него конкурс мастерства – это стимул. Мне тем интереснее выступать, потому что я смотрю, что все уже за 30-40 с большим опытом. Если я даже выступлю так неудачно, то я буду рад, что я принял участие в таком соревновании. Но выступил он все-таки удачно. 24-летний токарь из Казани занял второе место и получил награду 7 тысяч рублей. Победителем стал его более опытный коллега Константин Гребенчук. И за это ему незапланированная премия – 10 тысяч. Третье место и приз 5 тысяч получил Андрей Шемилинин. Помимо денежных призов у каждого из победителей теперь появится возможность защитить честь завода на областных соревнованиях. Андрей Ткачев, Никита Богадов, телекомпания НИК-ТВ. Наукоград не успевает считать малышей. Только в июле зарегистрировано 152 новорожденных. Чем вызван активный прирост населения Наукограда, поинтересовалась Ольга Золотина. Сюда приезжают рожать из других городов. Последнюю пациентку привезли с осложнениями из Нарафа-Минска. Прошел только час после трудной операции. И вот уже радость материнства затмила все пережитое. Такое счастье. Вот она лежит рядом. Что еще можно сказать? Только большое спасибо врачам. Доходит у нас до 65 родов в неделю. При этом надо учитывать, что у нас всего 1000 человек рождаются в городе Огненске. То есть таким образом мы видим, что где-то половина – это иногородних. Этих опыты для нас очень приятны. Потому что роды, вообще появление человека – это самое, может быть, замечательное, что есть в природе. Уровень рождаемости радует глаз Огненских статистов и без вмешательства иногородних. В прошлом месяце родились 152 малыша. Для сравнения, июль 2013 года подарил миру не более сотни наукоградцев. Причем молодые мамы все чаще становятся постоянными клиентками акушеров. Матвейка у Юлии уже второй сынишка. Она признается, на этот раз было даже волнительнее. Как для нее, так и для мужа с говорящей фамилией Орел. Муж поддерживал. Без него бы, наверное, не справилась. Поступили вместе, да, и как бы все подготовка к родам были. Держал за руку. То есть держал? Да, поддерживал. Ну, так и спокойнее супруги. И все, чтобы было легче в этом сложном деле, что называется. И потом уже, вот, буквально спустя 10 минут после рождения, даже взял его уже на руки. Когда вот ты сразу его уберешь, это по-другому. Это не так, как ты где-то, а вот его тебе привезли потом и все. Это счастье такое неописуемое. Лавры демографических взрывателей начальник ЗАГСа Виктора Репула отдает женщинам. Говорит со знанием вопроса. Пять записей о рождении в делах управления его личные. Очередной пример подал землякам совсем недавно. В его семье опять произошло пополнение. У меня все больше мальчики, а девочка одна. Так что одни сыновья практически. И сейчас тоже сыновья родился. Назвал Иваном. Ну, вообще-то, если честно, то всех детей называл я. А этого называла жена. Ну, как бы имеет право, я не стал изражать. А шестой раз? Шестой раз, может быть, не зарекаюсь. Во всяком случае, это точно. Основной прирост населения начался еще в 2012 году. И последнюю роль, считает руководитель ЗАГСа, сыграли социальные программы. Помимо государственных и областных стимулов, есть еще и муниципальные. Тысяча рублей при рождении каждого малыша и особая награда большим семьям. Признательность города Обнинска. То есть это знак, который вручается семьям, многодетным семьям, многодетным мамам, папам, которые достойно воспитывают своих детей. Естественно, эта награда подкрепляется и материально. Например, если семья из пяти человек, то есть папа, мама и трое детей, то выплачивается единовременная такая выплата, как 25 тысяч рублей. Обнинск – один из самых благополучных городов Калужской области по части демографии. В целом в регионе пока нет перевеса в сторону рождаемости. Хотя и прирост населения с каждым годом увеличивается. Ситуация в целом по стране примерно на том же уровне. По данным Росстата, естественное убыль населения за первое полугодие 2014 года снизилась по сравнению с тем же периодом 2013-го почти на 28 тысяч человек. Но говорить о том, что россияне дали фору костлявой с косой, пока еще рано. Ольга Золотина, Никита Богадов, Евгений Чурилин, телекомпания НИКТВ, Обнинск. И пока это все. Следующий выпуск новостей на нашем канале в 19.30. Не прощаюсь. Субтитры создавал DimaTorzok